Дорогие путешественники В 1820-е годы речку Неглинку заключили в подземный коллектор. По этому маршруту вам встретится чудесный храм Святого Николая в Звонарях, построенный архитектором Бланком. В этих местах было множество гостиниц. Напротив входа в современное здание ЦУМа сохранилось здание популярной гостиницы Лейпциг. А в здании бывшей гостиницы «Берлин» работает Институт Востоковедения Российской Академии Наук. В доходных домах товарищество Петровских торговых линий и в наше время расположена гостиница с рестораном под названием «Будапешт». На фасаде фешенебельного отеля «Совой» можно разглядеть лепные изображения саламандры. На Кузнецком мосту расположено роскошное монументальное здание банка и торгового дома «Юнкер», которое украшено маской бога Юпитера. А на Петровке можно зайти в один из магазинов офисно-торгового центра «Берлинский дом». До сих пор продолжает свою культурную историю здание, где прежде находился популярный московский немецкий клуб. А в псевдо-русском строении театра «Корша» дает свои спектакли театр наций. Здание московского театра «Оперетты» было построено для частных опер архитектором немецкого происхождения Бартом еще в начале 20 века. Оно и сейчас продолжает свою музыкальную историю. По ходу путешествия можно посетить Московский музей современного искусства, где размещалась первая в Москве частная гимназия Креймана. Полюбуйтесь двумя самыми старинными и роскошными московскими магазинами. Один из них – это знаменитый ЦУМ. Его историческое здание было построено в 1908 году архитектором Клейном. Другой магазин носит название Елисеевский и многим своим посетителям напоминает роскошный дворец. А с вами была Наталья Леонова, ваш проводник по немецкой Москве. Добро пожаловать в наш удивительный город. Город историй, событий и легенд.